Доброго-доброго всем утро! Утро понедельника – самое подходящее время для позитива. Понедельник за понедельником пролетают не только недели, но и месяца, года, десятилетия. А потому крайне важно радоваться каждому дню, независимо от дня недели. А «Народное утро» обязательно поможет вам настроиться на положительный лад. За окном жаркое 12 июля. Лето плавно приближается к своей кульминации. Мы начинаем. При знакомстве с человеком мы обязательно обращаем внимание на его глаза, ведь не зря говорят, что они – это зеркало души. Но кроме эмоций, которые в них отражаются, мы подмечаем еще и их цвет. Голубые, карие, зеленые оттенков – великое множество. А еще есть люди, у которых глаза выглядят совершенно особенным образом. Они разноцветные. В науке такое явление называется гетерохромией. Поздравим всех обладателей этой завораживающей особенности, ведь сегодняшний день отмечен в календаре как день разноцветных глаз. Прямо сейчас мы узнаем, чем же еще знаменито 12 июля. 12 июля отмечается День фотографа. Это профессиональный праздник людей, посвятивших свою жизнь фотографии. Он объединяет не только опытных работников фотоиндустрии, но и тех, кто делает на этом поприще свои первые шаги. В России праздник имеет неофициальный статус и не является выходным днем, что не мешает его отмечать и поздравлять всех причастных. Дата праздника имеет символическое значение – 12 июля по старому стилю – День памяти святой Вероники, покровительницы фотографии. Эта женщина была свидетельницей крестного пути Иисуса Христа. Когда он упал под тяжестью креста, она подбежала к нему, напоила и отерла струи пота и крови с лица. После этих событий на ткани запечатлелся лик спасителя, а святая христианка вошла в историю как создательница первой фотографии. Первая же официальная фотография в мире называется «Вид из окна». Ее сделал в 1826 году француз Жозеф Нисефор Ньепс. Да, качество так себе, но она была первой. Цветные фото возникли в середине 19-го столетия. В России первая цветная фотография была опубликована в периодическом издании «Записки русского технического общества». На ней изображен тот самый Лев Николаевич Толстой. У многих фотопортретов есть своя история. Знаменитая фотография Альберта Эйнштейна, на которой он изображен с высунутым языком, была сделана в 1951 году на дне рождения ученого. Он подарил этот снимок популярному телеведущему Говарду Смиту. На обратной стороне портрета была надпись. Вам понравится этот жест, потому что он предназначен всему человечеству. Дилиш Парех из Мумбаи интересен другим. Он является обладателем самой большой коллекции фотокамер в мире. Свою коллекцию начал собирать в 1977 году. Она содержит 4425 старинных фотоаппаратов. В России День фотографа – молодой праздник, однако с каждым годом приобретает популярность. Мастера надеются, что в скором времени их профессиональному празднику присвоят официальный статус. В этот день проводятся фестивали, конкурсы, открытые уроки, выставки, встречи и групповые занятия для желающих улучшить навыки фотографирования. С праздником всех причастных! Тем более, что в наши дни каждый из нас – немного фотограф. Знали ли вы, что знаки зодиака можно соотнести с фруктами? Астрологи недавно создали специфические гороскопы и рассказали, какой фрукт соответствует характеру каждого из знаков гороскопа. Например, овны – сладкие, но характерные персики, близнецы – кисло-сладкая вишня, а львы – экзотический неоднозначный дуриан. Звучит очень сочно и по-летнему. Буквально через пару секунд узнаем, какую экзотику преподнесет нам сегодняшний день. Впереди астрологический прогноз. Смотрим! Овны! Вам удастся проявить себя в коллективе так, что начальство решит дать повышение. Правда, пока только на словах, но нужно надеяться. Логические доводы приведет в отношение вашего избранника один из родственников, и он окажется прав. Тельцы! Содержательный и выгодный день у вас сегодня. Наконец-то можно расстаться с долгами, но это далеко не все сюрпризы. В любовных отношениях заметный подъем. Чувства переполняют. Отложите все вечерние дела и проведите время с избранником. Близнецы! В коллективе на вас почему-то скинут рутину и мелочь, а все сливки окажутся у других. Не затевайте разборки с шефом, ситуация разрешится сама собой. Пока проявите себя на этом непривлекательном поприще. Раки! Гороскоп рекомендует действовать согласно рабочему графику. Вам даже обеденный перерыв придется сократить, чтобы успеть все выполнить. Любопытный факт произойдет вечером. Только постарайтесь обойтись без конфликта. Львы! Хлопоты рабочие, а потом еще домашние. Зато эффект после этого дня будет как от новогодней хлопушки. Радостное известие получите по телефону, но не спешите всем о нем рассказывать. Удачно сложатся сегодня и финансовые дела. Девы! Придется отстаивать свое мнение, личные взгляды и принципы. Ощущение после всего этого останется не очень-то доброе. У вас много завистников и конкурентов. Карьерные цели придержите на время. Наберитесь опыта для их реализации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Хотим поделиться с вами забавными и умилительными кадрами из Красноярского парка флоры и фауны Роев Ручей. Одна из мохнатых жительниц парка, белая медведица Урсула, любит разнообразные игрушки, которые предлагают зоологи в рамках программы по обогащению среды обитания. Самые простые предметы могут надолго заинтересовать северную красавицу. В этот раз любимая игрушка – подвешенный мешок с соломой. Он мягкий, шуршит, пахнет и даже может плавать. Правда, недолго, не так, как большие пластиковые шары. Далее мы поделимся с вами интересными и важными новостями из России. Все внимание на экран. Президент России Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на египетские курорты, сообщают РИА Новости. Теперь авиакомпании смогут отправлять туда прямые рейсы. Также сняты рекомендации туроператорам и агентствам воздерживаться от продажи туров. Напомним, полеты были приостановлены с ноября 2015 года. Это произошло после катастрофы российского А-321 в небе над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018 года, а египетские курорты оставались закрыты для чартеров из России. Местные аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Интерес россиян к турам в Египет подскочил в два раза в первые два часа после объявления о снятии запрета на прямое авиасообщение с местными курортами. Сообщили РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире одного из федеральных каналов заявила, что коронавирусная инфекция по статистике проявляется у двоих из 300 привитых. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее Анна Попова заявляла, что число людей, повторно заболевающих COVID-19, не превышает 1%. Врачи, которые занимаются непосредственно людьми, считающими, что они переболевают второй или третий раз, первое, что говорят, надо разбираться с тем, как поставили диагноз год назад или полтора. Могут быть особенности, добавила она. Врач назвала болезни, при которых нельзя купаться в море и загорать. Летний отдых на пляже возле водоема может быть противопоказан людям с хроническими заболеваниями, предупредила врач-дерматолог Татьяна Егорова. Она подчеркнула, что людям с заболеваниями кожи не рекомендовано загорать, так как ультрафиолет провоцирует развитие опухолей, из-за чего ситуация с онкологией может обостриться. Однако им полезно купаться в море, потому что это оказывает положительное влияние на состояние наружного покрова тела. Избегать нахождения на солнце следует и тем, у кого была меланома, разновидность рака кожи, а также людям с выявленными новообразованиями, в том числе и доброкачественными. Егорова уточнила, что противопоказанием к походу на пляж должны стать и симптомы ОРВИ, так как в подобном состоянии нельзя перегреваться. Людям с аутоиммунными патологиями, особенно в стадии обострения, тоже необходимо отказаться от принятия солнечных ванн. Специалист предупредила, что небезопасно находиться на открытом солнце людям с витилиго и солнечной крапивницей, фотодерматитом. А прямо сейчас посмотрим, что интересного приготовил понедельник для оставшихся знаков зодиака. Не переключайтесь. Весы. Сегодня у вас будет множество претензий к людям, с которыми вместе работаете. Держите себя в руках, иначе попадете в неприятную историю. С любимым человеком ожидается серьезный разговор. Увы, не совсем по душам. Скорпионы. Трудовая неделя начнется с изучения новых заданий. Чем дотошнее в них углубитесь, тем лучше. Только не откладывайте ничего на завтра. Финансовое положение требует тщательного пересмотра, чтобы не оказаться в минусе. Стрельцы. Вам с утра нужно запастись энергией и терпением. Иначе карьерные вопросы утратят свою перспективность. Надежда на лучшее в личной жизни будет мешать реальному восприятию. Будьте объективнее. Козероги. Гороскоп советует переберечь силы для великих свершений. Они уже на пороге. Стоит лишь приблизиться к ним вплотную. Бюджет весь в дырках. Пора их зашивать. Нужно отправляться на поиски дополнительного дохода. Водолеи. Вам будут приносить удовольствие самые обычные вещи и дела. И все потому, что заранее продумали свои действия. Социальная активность не стоит того, чтобы на нее тратить уйму времени. Лучше позаботиться о тех, кто рядом. Рыбы. Не разбрасывайтесь идеями. Придержите их для славного дня. Быстрое разрешение финансовой проблемы придаст уверенности. Наконец-то купите то, что хотели. Возможно, осложнение после простуды. Но скоро все наладится. Лето – это период, когда витамины – это не капсулы в баночке, а фрукты, ягоды и овощи, которые растут в наших садах и огородах. Польза их неоспорима. Но прежде чем продукты попадут к вам в тарелку, стоит устроить для них тщательный кастинг. Как сделать это правильно и получить максимальную пользу для организма, узнаем далее. Традиционный лето – это пара ярких и вкусных овощей, фруктов и ягод. Каждый фрукт и овощ созревает в особое для него время, достигая лучших вкусовых и питательных свойств. Специалисты отмечают, что сезонные продукты содержат оптимальное количество микро- и макроэлементов. Такая еда способна обеспечить наш организм всеми необходимыми питательными свойствами. Однако перед покупкой сочного яблока или ароматной клубники важно обратить внимание на сам продукт. Наконец-то мы дождались действительно сезонных овощей и фруктов. Хотя на прилавках они существуют в круглый год, но мы обычно что делаем? Дожидаемся лета и правильно делаем, когда на прилавках появляются не только сезонные фрукты привозного характера, но и наши. Минусы, которые я бы хотела озвучить, когда мы покупаем данные фрукты, какие могут фрукты и овощи нам навредить? Ну, в первую очередь переспелые, в первую очередь те фрукты, которые неправильно хранились, и в частности, которые мы в дальнейшем неправильно храним. Чаще всего это бывает с фруктами и овощами в переспелом варианте, когда мы уже их покупаем переспелыми. Соответственно, приносим домой, не сразу их употребляем, а оставляем их длительно храниться. Потом видим, что здесь пятнышко, там пятнышко, да, начинаем что делать? Подрезать, обрезать, что ни в коем случае не нужно делать. Если мы видим, что фрукт или овощ переспелый, либо мы не берем это с прилавков и, соответственно, своих садовых участков к употреблению, либо если берем, да, то стараемся не доводить эти овощи и фрукты до момента образования плесени. Как только там образовались вмятинки какие-то, да, следы, которые не очень приятные, это говорит о том, что риск развития там большого количества патогенной микрофлоры очень высокий. И, соответственно, риски развития кишечных инфекций очень высоки. Поэтому население именно в летний период страдает очень сильно кишечными инфекциями. Вот, в частности, от того, что употребляют овощи и фрукты в непригодном для нас виде. Это основной отрицательный момент при употреблении овощей и фруктов. Положительные, ну, конечно же, овощи и фрукты – это комплекс витаминов, комплекс микроэлементов, это большой запас клетчатки, плюс ко всему это сложные углеводы. Поэтому употреблять данные продукты обязательно нужно. Ну, помните об объемах. Мы говорим о том, что объем овощей и фруктов в общей сложности за сутки – это порядка 500 грамм. Для среднестатистического граждана нашей страны. Что такое 500 грамм? Ну, это вроде как и много, и вроде не очень. Если разделить это на 3-4 приема, то это небольшие порции овощей и фруктов. И помним, чем разнообразнее овощи и фрукты, тем больше и разнообразнее микроэлементов и витаминов мы получим. Эксперт отмечает, что овощи и фрукты наиболее полезны именно в свой сезон. Такие продукты содержат в своем составе оптимальное количество белков, углеводов, жиров и витаминов. Именно поэтому, добавляя такую пищу в свой рацион, мы получаем все необходимые питательные свойства и энергии. В современном разнообразии финансовых продуктов и организаций, которые их предлагают, простому человеку разобраться непросто. Многие компании обещают буквально золотые горы, если вы инвестируете в их развитие. Но прежде чем довериться рекламе, надо убедиться, что перед вами не мошеннический проект. Как не попасться на крючок финансовой пирамиды, нам расскажет специалист отделения Банка России, Национального банка по республике Мордовия Сергей Смагин. По каким признакам можно определить финансовую пирамиду? Какие основные правила надо соблюдать, чтобы убедиться, что финансовая организация легальная? Финансы поступают за счет постоянного привлечения новых участников. Те вносят деньги, затем привлекают новых людей. Пирамида растет. При этом зарабатывают только организаторы пирамиды. Но шансы получить прибыль у тех, кто внес свои деньги в пирамиду, близки к нулю. Есть несколько признаков, по которым можно определить финансовую пирамиду. Организация активно рекламирует в СМИ, в социальных сетях, обещает высокий доход, намного выше рыночного уровня. На финансовом рынке такие заявления запрещены. Кроме того, вас уверяют, что нет никаких рисков. Так не бывает. Любые вложения, кроме разве чем вклада в надежные банки, могут обернуться убытками. Во-вторых, просят приводить новых клиентов или вкладчиков. За это предлагают вознаграждения, бонусы, премии, скидку. В-третьих, вам показывают только красивые презентации и не дают взглянуть на финансовые документы. Не стесняйтесь спросить об их наличии. Вам могут предложить отправить деньги не при эквизитном указанном в договоре с компанией, а на счет угоя организации или сделать перевод на банковскую карту какого-то человека, пополнить чужой электронный кошелек. Либо предлагают нести деньги наличными, при этом не выдают никаких чеков, приходных ордеров. В результате вы не сможете доказать, что вообще что-либо инвестировали. У организации отсутствует лицензия Банка России на осуществление деятельности на финансовом рынке. В реестре Банка России организация также не числится. Организация зарегистрирована за несколько месяцев до начала активной деятельности по привлечению денежных средств граждан. Если вы обнаружили хотя бы один из этих признаков, стоит задуматься, стоит ли доверять сомнительной организации свои деньги. Не доверяйте свои деньги кому попало и не найдите самодовенную прибыль. Вспомните поговорку о том, с какой целью кладется в мышеловку сыр. Поэтому прежде чем доверить компании свои деньги или брать заем, нужно тщательно ее проверить. Обязательно проверьте, есть ли у банки лицензия, входит ли организация в реестр Банка России. Это можно сделать на официальном сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». А с 1 июня текущего года Банк России публикует на своем сайте в разделе «Противодействие недобросовестным практикам» список компаний с признаками нелегальной деятельности. Если организация, в которую вы решили обратиться, входит в этот перечень, подумайте, стоит ли ей доверять. Не торопитесь при принятии решения. Перед тем, как подписывать, внимательно изучите все документы. Не поддавайтесь на уговоры, скорее подписать договор и нести деньги. Своей подписью вы подтверждаете, что согласны с теми условиями, которые изложены в документах. Не спешите подписывать бумаги. Если вам не ясны все пункты, обратитесь к экспертам, к юристам. Будьте бдительны. Есть у нас приятная традиция. Каждый понедельник объявлять победителя конкурса «Мой цветущий зеленый мир» и дарить ему два билета в кинотеатр Мадагаскар. На этой неделе наш подарок забирает Татьяна Чепель. В ее полисаднике можно увидеть самый настоящий водопад из цветов. Тут и пионы, и ромашки, и гортензии, и лилии, и декоративные кустарники. В общем, просто праздничный цветочный фейерверк. Любое утро после прогулки по такому цветущему миру будет добрым и приятным. Поздравляем Татьяну с победой! Без промедления переходим к нашей следующей участнице – Елене Пьянзиной-Рябовой, которая смело может назвать выращивание цветов своим хобби. Она настолько любит быть в окружении прекрасных растений, что разводит их и в городской квартире, и на даче. Когда такая красота вокруг невозможно быть в плохом настроении. Участвуйте и вы в нашем конкурсе «Мой цветущий зеленый мир». Условия его проще простого. Сфотографируйте или снимите на видео растения, которые вы выращиваете дома или на своем приусадебном участке, и отправьте полученные кадры нам по адресу, который указан на экране. Также можете наладить с нами связь через группы НТМ в соцсетях – ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники и Фейсбук. Обязательно расскажите немного о своем хобби. Советам по цветоводству и огородничеству тоже будем рады. Результат ваших стараний обязательно покажем в эфире программы «Народное утро». Один из участников получит приятный бонус – два билета в кинотеатр Мадагаскар. Победителя объявляем раз в неделю. Пришла пора прощаться. Встречайте новую летнюю неделю с положительным настроем и улыбкой на лице. Надеемся, что «Народное утро» помогло вам начать день бодро и позитивно. До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова